Страшно? Закрыть дверь! Всё, закрыто, закрыто, закрыто! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в The Beast Inside. И в прошлый раз мы с вами остановились в хижине, в очень страшной хижине, в очень страшном лесу, где был очень страшный квест перед нами. И страшность квеста заключалась в том, что нам нужно расшифровать снова вот 3-1. Вот кто? Кто может ответить на этот вопрос? Если ты не профессиональный шифровальщик и дешифрователь, то всё, крандец тебе. Значит, 3-1, но на самом деле плюс. Да? То бишь 4. Посмотрите. А, мы можем закрыть окна. Странно, я вот когда сюда зашёл в прошлый раз, не видел этого всего. Потеряно. Что-то, я не уверен. Он не говорил про копии? Надо было думать об этом раньше. Он уже знает больше, чем нам хотелось. Куратор обеспокоен. Нам предстоит серьёзный разговор. Кто за всем этим стоит? Когда это началось? Если они меня раскрыли, то почему не украли телеграммы раньше? Такое ощущение, как будто... У меня почему-то сейчас флэшбэк был к фильму Остров проклятых. Интересно, я прав? То есть, есть вероятность, что я просто обезумел от всех этих теорий заговора, и сейчас меня пытаются интенсивной терапией вылечить. Смотрите, что я нашёл. Похоже, этот компьютер управляет дверью в подвал. Но где достать пароль? А, стоп. Уже... Всё, нет, не хочу. Е. У нас будет 20 секунд, чтобы ввести правильный пароль. Какой-то из этих последовательностей? A, B, C, D. Нам нужно цифры найти, я понял. И там поймём, какая из этих вот букв соответствует. Хорошо, давайте смотреть. Это мы всё читали. Ему всё о нас известно. Он словно спит с нами в одной постели. Стоп, да, ну мы это, по-моему, уже читали всё. Адам проснулся. Да, мы это всё читали, просто не сохранилось. Чёрт, неужели придётся читать всё? Всё заново. Зачем мы закрыли всё это? Ну-ка, сейчас. Эту фотку мы, да, мы тоже видели всё. А, вот. Да, сначала надо поставить его на место. Найти слайд. Вот, всё, он на месте. Хорошо. Теперь, я думаю, надо пока включить свет. Ещё пока рано. Прикольно придумали со светом. Что ж. Нет, здесь нету. Возможно, за картинами что-то прячут, обычно, как правило. Поэтому есть смысл смотреть. Хорошие сандалии, хорошие полотенца, хорошие книги, хорошие... Всё хорошее. Да, вот как раз таки мы были здесь. Мы здесь и закончили, по-моему. Что это, лампа? Термохромный пигмент как-то связан с температурой. Сюда нужно будет поставить какой-то листик. Всё, я вспомнил. И, возможно, благодаря температуре мы сможем там что-то прочитать. Что? Что? А что было? Что-то было. Да, тут какие-то вот буквы. И все очень странные... То есть буквы большие некоторые, которые не должны быть, вроде бы, большими. Ладно. Я не помню, что за музыка, правда, стрёмная. И это мы тоже всё читали. Хорошо, берём. Чего мы ещё не делали? Это не ходили наверх. Или ходили. Или ходили. Вот он! Нутром чуя здесь что-то написано, но я не могу разобрать слова. Наверняка слова. Да-да-да-да-да, наконец-таки. Книга по шифровкам. Некоторые страницы отмечены. О-о-о-о. Ой, погодите. А-а-а, шифр Цезаря. Да-да-да, мы всё это уже читали. Термохромный пигмент. Вещество, которое... Вот, это то, что нам нужно. Изменяет цвет из-за повышения... Или понижения температуры. Хорошо, эта музыка просто так играет. А-а-а... Термохронизм был впервые открыт в начале 70-х годов, когда учёные заметили, что некоторые молекулы или кристаллы могут принимать различные формы в зависимости от температуры, изменяя свои оптические свойства, что делает их видимыми только при определённой температуре. Невидимые чернила? Бесцветное вещество, используемое для письма, которое становится невидимым при нанесении или вскоре после него. Этот тип чернил можно разделять на следующие категории. Чернила видимые при взаимодействии температуры. Чернила, видимые в результате химической реакции. Чернила, видимые при ультрафиолетовом свете. Чернила, изменяющие поверхность бумаги. Окей, задняя обложка. В этом практическом руководстве по криптографии доктор Лоуренс Уоттерхаус, известный своими предыдущими книгами Крипто... Крипто-Номикон и Ключи и Замки, рассказывает об истории шифров и описывает их влияние на людей, войны и страны. Книга также содержит практически советы для тех, кто интересуется профессиональным шифрованием и дешифрованием, начиная с древних времен и заканчивая современными машинами, пришедшими на смену знаменитой Энигме. Кстати, кто из вас в школе со своими друзьями создавал собственный язык? Признавайтесь, я потому что так делал. Стоп, а можно эту книгу взять с собой? Нет, ее нельзя взять. Мне нужно взять эту кнопочку. Окей. Ультрафиолет. Ага! Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Стоп, тут еще что-то было? Нет. Эта штука временно горит? Посмотрите. Надо встать вот сюда и смотреть. А, это... А, три. Все, я, кажется, понял. А, три. Где там этот комп? Да, А, три-то будет Е. И точнее. Затем. Где-то у нас была Би. Не помню, где. Ладно, давайте прям по порядку. Идем сюда. Встань, разворачиваемся, смотрим. Д, два. Хорошо, а где еще? Где-то еще должно быть. В документах, что ли, у меня? Нет, а где я увидел это? Вот была же вроде бы. Ладно. Хорошо. У меня есть еще вот эта страница, которая... Надо чернилами ее... Точнее, нагреть ее нужно, короче. Давайте вот здесь сделаем. Си-один! Где же была вот эта вот... У нас получается есть A, C и D. А где же B? Может быть, это есть B? Просто тут написано, как будто бы 3, типа, тире 1. У нас же так, да? Именно... Да. А-3. Что ты запустил? 3, 1, 2, 1. Значит... И... Да господи! Я все хочу нажать кнопку E. Хорошо. 3. Потом будет Y. Y. Потом F. F. I. Черт! Нет. С B я неправильно понял. Смотрите! А это что такое? Слайт! Хо-хо-хо! Вот. Мы сейчас и узнаем, какой у нас B на самом-то деле. Воткнуть. B4! Понятненько. Цель. Блин, стрёмно. Это вот очень стрёмно всё. Я даже выключу, что нервирует как-то меня. У меня вот ощущение, что за мной следят. B4. Значит, получается 3, 4, 1, 2. Всё, не торопимся. Итак. L. T. B. Где он? B. B. D. Йей! Наконец-то! Теперь я смогу спуститься в подвал и разобраться с этим ублюдком. Чё-то стало темнее. Нет. Всё, всё нормально. Всё хорошо. Ух. Так, а где сам подвал? Вот он. О, да там светло. Простите, дверь не дает мне пройти. Ну-ка. Открылась, блин. Открылась, блин, я тебе сказал, я вхожу. Какой светлый подвал. Как хорошо. Я спугался. Я боялся, что будет всё очень темно и страшно. Не готов я к этому как-то. О, боже мой. Сколько крови. Что здесь произошло? Мама! Зарезали. Как скотину. Твою ж мать, не понимаю, кто мог это сотворить и зачем. Почему? Я наконец добрался до шахты, но... Да вот это ты ещё не видел сзади! Но что-то спустилось в неё со мной. Что-то нечеловеческое. Но я, кажется, оторвался от него по пути. Нужно забыть об этом. Мне ведь говорили, что нельзя тратить время на иллюзии. Отец, детектив, шахта. Надеюсь, я найду здесь хоть какие-то ответы. Мама, нет! Ну нет! Всё, начинается, блин. Я хочу играть в шпионскую игру. Без хоррора. Пасти тьмы. А в какую сторону мне идти надо? Вот сюда, видимо. Нет, оттуда я пришёл, скорее всего. Кстати, о тьме. Нафиг её. Так, что это? О, карта. А где мы? А где, блин, мы? Там три этажа! Вот это вот отстой. Я не понимаю, где мы, если честно. Как её взять? Никак не взять. Забить просто. Ну-ка, сюда можно пройти. Ага. А, нет, нельзя. Я так понимаю, я сейчас опять механику поменяю, да? Добавить что-то интересненькое. И что-то, чего я не ожидаю. И одними скримерами всё не обойдётся. Минус первый. Мы на минус первом. И дядя дохлый лежит, скелет уже совсем. Он солгал мне. Этот старый ублюдок обманул меня. Он продал мне карту, сказав, что она приведёт меня к спрятанному в этой шахте золоту. Блин, если у кого-то есть карта с золотом, то он сам пойдёт его заберёт, как мне кажется. Когда я спросил его, почему старик сам не спустится за ним, вот. Он ответил, что слишком старый плохо видит. И что я сделал? Вместо того, чтобы посмеяться над старым козлом, заплатил ему, спустился на самое дно шахты и... Да, я нашёл золото. Да только это было золото дураков. Перит, который даже ребёнок отличит от настоящего золота. Или перит, я не знаю, как это. Правильно. Моя жадность завела меня сюда, и теперь я не могу найти дорогу назад. Сколько дней я блуждаю здесь? Чёрт. Может уже... Простите, несколько недель? А что же он ест, интересно? И пьёт, что... Слава богу, что тут водятся крысы, иначе бы я уже умер с голоду. Мне приходится утолять жажду грязной водой. А когда я... Я задаю вопрос, прежде чем читаю. А ведь всё дальше написано. Окей. А когда и она закончится, останется только пить собственную мочу. Я нашёл заметки некоего Гиллмана, описывающий, как выбраться отсюда. Если бы я не перепугался так сильно, был бы уже в безопасности. Я всё делал правильно, но когда услышал этот нечеловеческий крик... Нечеловеческий крик... Побежал, пока не выбился из сил. И теперь мне не вернуться обратно. Если я умру здесь, то помните, кто бы вы ни были, записи детектива выведут вас. Свет — это ключ. Зелёный свет, который я видел в некоторых тоннелях. А для меня надежды больше нет. Я так устал. Мне вот, знаете, что смутило? Фраза «Нечеловеческий крик». Я не хочу его слышать. В результате взрыва погибли три шахтёра и партнёр Хайда, Джордж Уайтхед, которому принадлежала половина акций шахты и гостиницы. Доставлять задуматься. Один из постояльцев, который мог быть непосредственным свидетелем происшествия, пропал без вести через несколько дней после аварии. И он был не единственным, кто исчез при странных обстоятельствах. Это всё очень подозрительно, а следователи, похоже, не очень торопятся докопаться до сути. Я с радостью им помогу, но, конечно, не бесплатно. 6-1-3 Из-за взрыва погибло четыре человека. Они были друзьями моего отца? Зачем ему убивать? К тому же из-за этого происшествия он обанкротился. Бред какой-то. Мой отец был умным человеком. Он не стал бы себе вредить. Ладно. Да чтоб тебя. Мы здесь, но... Можно ли доверять картам? Заметки? Только заметки могут нас вывести. Правильно? Соответственно... Что если мы начнём с... Пойдём в сторону пятого, потом первый, потом третий? А, точнее, шестого. Ну да, правильно. Шесть. Скотобазы, блин, как страшно. Мы здесь. Карта не врёт. Сокровище. Сокровище. В этой игре это для меня сокровище. Хорошо, теперь... Ну, туда. Я верю. Я боюсь бежать. Честно, я боюсь бежать. Как будто шаги за мной. Зелёный свет. Это о нём писал человек, труп которого я обнаружил. Если он не ошибся, я на правильном пути. Потом один. Погодите. Чтоб не забыть, давайте заучим. Дальше один и три. Мама. Мама. Неправильно. Это... Сюда не пойду. Понятно? А в какую же сторону тогда идти? Ладно. Вот сюда пойдём. О, смерть. Хорошо, зелёненький. Зелёненький. Я умный. Я молодец. А! Спички. Very good. Вот сюда. Хорош, Евгений. Справляешься. Справляешься сходу. Не бежишь, не паникуешь. Ах ты. Специально, да? Они специально тянут. Давай, единичка. Вот оно. Мне сюда. Минус один. Что это? Не знаю, что это значит. По... Я отсюда пришёл. Но я доверяю. Я доверяю запискам. Будет смешно, если они меня в итоге обманывают. И всё это время нужно было идти по карте. Вот, снова зелёный свет. Ещё немного я смогу выбраться из этой проклятой шахты. Я всё жду этот сраный, стрёмный, нечеловеческий крик. Дальше настроечка. Какую сторону? Окей, зелёный. Хорош, Евгений. Ты можешь. Нет, нам нужно на троечку. Понятненько? Троечка. Как они сделали этот левел? Прикольно. По сути, одна и та же местность, но нас типа телепортируют, что ли, куда-то? О, блин. Шахта. Не отвлекаемся. Вон. Сюда. Это двоечка. Говно. Мне сюда не надо. Понятно? Я туда пойду. Тройка! Есть. Стоп! Давайте подзальём керосинчика использовать. Раз, два, три. Чувствуйте теншин. Теншин! Напряжение. Значит. Что я должен сделать? А, крутить. Хорошо. Хорош! Молодец прям, мужик! Мать! Здесь кто-то есть. И он не очень дружелюбный. Окей. Всё, всё, всё. Так, постарайтесь не попадаться на глаза духу. Вы будете передвигаться тише, если прыгнётесь. Если дух, точнее, всё-таки заметит вас, убегайте и прячьтесь. Всё, дальше мы просто тупо прячемся от духа. Дух. Я не передошу тебе на дух. Посмотри на карту. Может, найду подсказки, где Гилман мог оставить свои записочки. Так, стоп. Здесь карте можно доверять. Нам нужно идти прямо за этим мужиком. Либо... Либо... Прямо... Направо... Ага. Вот сюда. Да, найдём. Сюда направо. Дымящийся дядя. Вот совсем не хочу с ним тусить. Работа выполнена. Да там... Что происходит с ним? А, тихо. Да. Он ведь не ко мне идёт? Тихо, 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 тихо. Пожалуйста. Вот, за шифром. За шифром спрячься. Встал, пошёл. А чё он не бежит за мной? Он сам меня испугался, что ли? Ай. Да ты задолбал сюда идти? Всё, не паникуем. Ждём. Он опять тормознул там. Чё ты? Вот теперь надо бежать. Вот теперь надо бежать. Хорошо. Это мой шанс. Забрать записочки. Записочки. Скорей. Где вы, блин? Он не видит меня. Есть. Хорошо. Девять. Семь. Восемь. Девять, семь, восемь. Он прям здесь ходит, говно. Ты чё охренел? Девять, семь, восемь. Девять, семь, восемь. Девять, семь, восемь. Девять, семь, восемь. Помним. А это чё такое? Нет, ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, это услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет произведено... Как, как? Надо взять, взять. Ой, блин. Нет. Я запаниковал. Он прям по лицу мне дал. Фак. Один. Вы поебли. Ах, чёртова записка. Ну, свинство. Свинство, конечно, всё это. Чёртова грёбанная записка со всяким лукой. Значит, девять, семь, восемь. Собственно, и как мне отсюда выбраться-то? Гоу! Ох! Я его скриванул, видимо. Так. Это... Это одиннадцать. Ай, мама. Куда же? Куда же, блин? Не то. Чёрт. Не то. Вау! Какое место прикольное. А мне здесь нечего делать. Или есть что делать? Ну-кась. Тут записочки всякие, а? Прекрасненько. Тайна хайдов. Уважаемый господин, я видел ваше объявление о поисках пропавшего Джона Нортона. Чё за музыка? Может быть, я и простая крестьянка, но, богом клянусь, знаю, кто в ответе за его исчезновение. И за взрыв на шахте, в котором погиб мой муж. Я рассказала всё шерифу, но он только посмеялся и сказал, что я спятил от горя. Я расскажу вам всё, но только лично, в моём доме. Потому что это единственное место, где мне спокойно. Когда вы узнаете тайну хайдов, всё переменится. Они хорошо всё скрывают, но я сама видела. Я видела, что вылезла по ночам из... Моей задницы. Тайна хайдов? Что эта женщина имела в виду? Евгений, ты дегенерат. Ты любишь самые тупые в мире шутки. Так. 9, 7, 8, да. А чё? 9, 7, 8. Ой. Ой, я упал. Ой, нормально всё. Ладно, пойдёмте сюда. А? И кого? Да блин! Где же девяточка? Девяточка! Вот! Короче, всё, что мне нужно, будет поломано и хрен поймёшь. Теперь семёрка. Отлично! Зелёный свет, отлично. В какую же, блин, сторону? Мать! Отлично, зелёный, зелёный. О, зелёный, хорошо. Это... Это восьмёрка, не то, нафиг. Ооо... Блин. Нет. Он тут, за стеной. О, зелёный, отлично. Семь. Есть! Вкусный керосин. Восьмёрка. Не паникуем. Сюда. Мы близко. Опять семёрка. И нам нужно прямо. А он будет там сейчас, да? И главное потом случайно не побежать, хрен знает куда. Вот зелёный. Восемь. Есть! Есть! Прекрасен я! Пошёл ты! Ходит он там, значит, такой весь. Ещё раз! Ещё раз! Кто-то не смог отсюда выбраться даже после смерти. Хорошо, нужна новая записка. Показывай, где. Мы здесь. Мы зашли. Значит, прямо до упора и налево. Там вот мы отсюда зашли, правильно, да? Или как? Да, вот мы стоим. Нет. Стоп. А, нет. Мы отсюда зашли. Это чё? Страшно. Страшно. Закрыть дверь! Всё, закрыто, закрыто, закрыто. А-а-а-а! Блин, ну что? Я не знал, что он может сейчас открыть дверь, урод! Чёрт, свербит. Что-то, нечто страшное выйдет сегодня. Из меня по ночам. Оп. Ребята, это очень круто. Блин, эта игра щекочет мои нервы. Сори, у тебя мужик стоит. Так, точнее, идёт. Давайте смотрим. Мы, значит, смотрим, значит, нам нужно... Направо, до упора, и налево. Ага. Сюда. О-о-о. Налево. Говно сейчас прям сюда идёт, скорее всего. Сейчас он обратно пойдёт, скорее всего. А если нет, то... Блин, что-то делать. Вот урод, а! Вот говна кусок! Чё, по кругу, что ли, идёт? Не понял я, он по кругу идёт или как? Да смотрите, аж куда пошёл! Всё. Проход свободен. Да? Да? Аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, нет! Вот это плохо! О-о-о! Да, блин, я же прыгнуть не хотел! Ну какого дьявола? Да что ж так... Да что ж так... Всё тело просто оживает и бежит. Я сейчас по кусочкам просто убегу из кадра. Ладно. Пробуем снова, ребят. Быстренько берем, забегаем Потом, потом почитаем О, мы здесь Спасибо, блин Бегом Там-там-там-там-тарам-там-там-тарам Там-там-там-там-там-там-там Все, мы в тупик забежали Нафиг А их здесь куча целая Все, все Блин, идет, идет сюда тварь такая Тварина Смотрим Мария, вдова одного из шахтеров Написала письмо Она утверждает Она утверждает, что мне пора бежать Тупик нет, все, it's ok Куда-то я бегу Куда-то я бегу не туда Опа, зеленый Нифига себе Знаете что, потом читать 17, 13, 14 17, 13, 14 Вы офигели В какую сторону? Я даже и не знаю Ну, мне надо идти Отлично 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 Я так понимаю, что нам сюда надо Потому что мы уже пошли один раз случайно Туда, куда нужно И загорелся зеленый Значит, 13 Да, правильно Теперь только 14 Всего одну Всего, блин, одну И не сдохнуть И не сдохнуть 14, 14, да? Да, правильно идем О, блин Окей Вот Сколько это? Нет, это не то Не наше Не наш Прямо сзади Габню Кому что тебе 14, 14, 14 О, е Ага Куда он делся? Есть 14 Стоп А это сюда Или сюда? Вот сюда А это что? Я хрен знаю Этого Это 15 По-любому Значит, вот сюда Все-таки Да? Скажите, пожалуйста Что я правильно пошел Не Ох, ты же, блин А теперь он за мной идет Сюда И он там не один Сюда Давайте пока что Отойдем Ну? Фак Ладно, я все-таки Делаю вывод, что нам сюда 14 Вот прям Вот сюда нужно Да, блин Когда он наверх пойдет Побежим Блин Назад Он спарил меня? Так не пробежать Нет, он очень проворный Давай музыка Все Спасибо Такое ощущение, как будто у него адская диарея И поэтому он такой злой И так кряхтит Ну как мне вот с собой быть? Ну что это за говно-то? Какая ссока Хорошо Давайте попробуем Как-нибудь Я даже не знаю Как можно его обойти Так Да, там Мы правильно идем Мы правильно идем Сейчас он пройдет И побежим И в жопу его Так Куда? Сюда 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 Не помню Что мы круголя делаем? Что происходит? Что? Что? Это обманка? Сюда надо идти? Есть! Выбраться из шахты Меня обманули Просто обманули Стоп Что это? Красивичек Теперь надо просто выбраться Тупо из шахты А чему я теперь могу? На что мне ориентироваться? Блин Ориентируйся на вот эту штуку Блин А, ну все правильно, да Какую тебя Крутить? Тварина Тварина? А А, все Я по-моему Гоу Сейчас будет поездка Всей моей жизни Ну как мне? Что делать-то с тобой? Окей О, давайте записку туда прочитаем До конца О, боже мой Предполагается, что Это Давайте заново, короче Мария, вдова одного из шахтеров Написала письмо Она утверждает, что знает Тайны семьи Хайдов И готова все рассказать Предполагается, что Это может серьезно Повлиять на ход дела По крайней мере Так считает она В течение многих лет Эта женщина пыталась Привлечь внимание шерифа И чиновников Но они игнорировали ее Заявляя, что Та сошла с ума от горя Сегодня я встречаюсь с ней лично Надеюсь, что эта история Позволит мне Выдвинуть серьезное обвинение Джейкобу Хайду Этот мерзавец должен гнить в тюрьме Чутье подсказывает мне Что дело попадает Попадет в заголовки газет Измученная вдова Продажный шериф Жадный владелец шахты Который решается на преступление Я ждал такой возможности Всю жизнь Все Теперь продолжаем Остоп Убухнуть керосинчика Окей Только без монстров Пожалуйста Я не хочу в попыхах думать Да Сдается, мне придется Вон туда То есть все-таки монстр будет, да? Окей Что-то страшно А, мы не будем садиться, да? В нее Жалко Я бы хотел в вагонетке посидеть Давай быстрее Есть Есть Выход, выход Это не похоже Это не похоже на выход Опа Что это? Зажмите пробел Чтобы... А, нет Что это там за труп? Тихо Не упасть О! Это он? За мной охотился, да? Это Гиллман Господи, он еще жив Надо вырвать ему сердце Добыл, у меня нет сердца, ублюдок Ни хрена он мне швырнул Боссфайт начинается Отдалейте Гиллмана Что? Я надо убежать? Выпад Я ничего не понял Простите, я ничего не понял Что сейчас произошло? Отдалейте Гиллмана Это всегда пожалуйста Но что произошло сейчас? Добавил субтитры Нужно бежать Если он до меня пальцы дотронится Я замерзну насмерть Вот, вот В этом заключается мое одоление Ладно, бежим Бежим Паста Есть О, блин Вот это начинается карусель Найн Призрачный выпук За мной гонится Куда? Как страшно Ей-ей-ей-ей-ей-ей Вы повсюду меня ждаете Ладно, Евгений Собирайся Направо, налево Налево Игра Тварь Ты мне даешь Тупые задания Отдалеть Гиллмана Я, естественно Настроился с ним Сразу сражаться В морду ему бить Вон он Что творит? Как король ночи Хорошо Мы должны опасаться Этих волн Да? Прячась за лесами металла Бегом Сейчас мы его одолеем Сейчас мы тебя одолеем Понял? Вот так прячется от холода Крутые чуваки Стоп, я Что-то замедлился Еще раз Почему я не встал Он не встал Он реально просто не встает Когда я жму на кнопку Все Да я жму на кнопку Вот Постой Стоим Короче Да, сердце Блин Че-то он быстро Начал-то все делать А я буду пыль Быстрее В разы Да что б тебя Уродская Уродская тема Бегом Хреновая мысль А, смотрите Мы можем не отпускать Да что это Говно, блин Все работает криво Люди мои Очень криво Работает Так Ждем пока он Снова выпук свой сделает Есть А, я понял Вот так это происходит Ай-яй-яй-яй Фу-ху-ху Все Все нормально Нет Фух Как ты выжил Скорей Ща я вырву Твое сердце Ты Гелмар Твою мать О, и даже так Есть Не получилось О, блин Так как братника Свои ручки В мои вложил Давай Спасибо То есть это Добрый все-таки Я же сказал Тебе убираться Сейчас Опять его будет Жестко Кроваво Месить Он постоянно Это делает Да не работает Это Ты сколько раз Уже бил его Либо ты Это делаешь Потому что Тебе нравится Встаем Встаем Давай Какова Миссия Моя Теперь Ну скажи Да Он просто Наслаждается Закончит То Что Начал Нифига Он так Мило Хотел мне Сердце Вручить Поиски Злоумышленника Обратились Кошмаром Эмма утверждает Что я Пропадал В лесу Шесть часов Что еще хуже Кто-то вломился В мой кабинет И украл телеграммы Погнавшись за вором Я рассказал ужасную правду Советы за нами Давно следят Им известно все Каждая мелочь Чем дальше Тем запутанней Мне уже начинает казаться Что Николас Совсем не был сумасшедшим За каждым его шагом Тоже кто-то следил Фух Ну что ж Ладно Давайте Посмотрим Как сценарь Где я Блин Кто вообще Я Я на дне Какого-то Колодца Как мне отсюда выбраться Как я сюда попал А Тот чел Конечно же Труп Который Ну типа Труп Там был Он встал И запихнул Меня сюда Я словно попал В фильм Молчание Ягнят Ладно Друзья Я думаю На этом с вами Закончим Продолжим В следующий раз Следующая глава Мачептер Этой игры Нас ждет Более шпионский Можно будет Расслабить булки Поэтому Возможно Они постепенно Сольются Один в другой Посмотрим Короче Что будет дальше Если вам зашло Состриманулись То лайк Обязательно ставьте Я посмотрю Если кто-то Не поставил лайк Я буду Я буду зол Как этот мужик С мачетой Который Огромное всем спасибо Друзья С вами был Юджин Люблю вас всех И конечно же Рад Что Вы Зашли в описание Вот прямо сейчас Такие Раз Зашли в группу ВК Зашли в мой Инстаграм Подписались На все это Очень спасибо Большое вам за это Ладно Как вы знаете Мы должны друг другу Пять дать Напоследок Вы готовы? Раз Два Три И Пять